О, всем привет, ребята, с вами снова я, Вастазава Рекс. И да, вы, наверное, знаете, я должен был сделать обзор на фильм Веном. В принципе, я сам хотела сделать этот обзор, потому что, ну, я подумала, этот фильм реально клёвый, и я должен сделать на него обзор, ну, и даже в 6 тысячи подписчиков, что ли. Ну что ж, давайте начнём, ребята. Сюжет фильма разворачивается в том, что один корабль с симбиотами прилетает, и как бы он падает на место крушения, но при всём при этом на корабль, как бы в корабле, находятся люди, на которых напал симбиот, и его зовут... И вот, ребята, я вспомнила, его зовут Бунт. Этот симбиот, как бы, он захватил каким-то образом, выбрался, и, как бы, напал на одного человека и вселился в него. Его зовут Бунт, как я и сказала, но я почему-то называю его Ртутью, потому что он реально похож на Ртуть. Да, ребята, я постараюсь не спойлерить, я постараюсь не спойлерить те, кто не смотрел фильм. Ну что ж, что же до актёров? Они прекрасны. В основном, самый клёвый, это именно Броук, потому что он играет самого Венома, и те, кто вот эти вот сценаристы, режиссёры, они подобрали правильного актёра. Ну а что же про Венома? Блядь. Извините, ребята, за то лицо выражение, но это охеренная сучка. Он реально крутой. Да, можно было... Мы все помним того Венома, который был в Человеке-пауке враг в отражении. Но суть в том, что там был совершенно другой Веном, а этот накачанный, брутальный. Но суть в том, что Веномы, они, как бы, у них нету пола. Они размножаются бесполым путём, это первое. А во-вторых, это оно. Как бы, Веном... Ну, у него нету пола. Это фактически они все мальчики. Они возразм... Да, это пизд, это я знаю. Но, как бы, они все мальчики, они бесполые, и это фактически то тупое оно, как бы. Что же про спецэффекты? Они довольно крутые, ребята. Я серьёзно говорю. Они довольно хорошие. И не могу сказать, что говно. Как бы, все критики почему-то ожидают от фильма идеал. Все критики, как одни пастухи... Извиняюсь, не пастухи. Все критики, как один человек, пытаются сделать... Ну, они из каждого фильма фактически делают говно. Я не понимаю, от чего критики ждут от вот этих вот фильмов. Не каждый фильм идеален. То есть, не каждый фильм должен быть, как бы, каноничным. Не каждый фильм может быть каноничным. Не каждый фильм может быть суперкрутым. Не все фильмы, как бы, идеальны. Этот фильм не говно, но при всём при этом... При всём при этом, как бы, он неплохой и нехороший, как бы. То есть, ну, средний чок. Галимый фильм, но при всем при этом он должен был выйти с PG-13, ну точнее должен был выйти, у него должен был быть рейтинг R, то есть 18+, или 16+, ну да, 16+, это тоже рейтинг, извиняюсь, ребят, короче, у этого фильма должен был быть рейтинг R, но получилось так, что у него было PG-13, вот это реально большой минус, я хотел увидеть кучу крови, ну как бы не то, что куча крови, ну как бы, там да, я согласна, там показывали моменты, где сам Веном откусывал бошку, допустим, человеку, но при всем при этом нам и не было показано это крупным планом, но как бы я не ожидал от фильма, что там будет куча крови, кровища, мне как бы это не нужно, я хочу увидеть самого Венома, сам фильм, каким будет он, то есть, как он будет выглядеть, то есть, сам фильм, я не ожидала от фильма чего-то реально сверхъестественного, там, где он откусывает всем головы, жрать их, да, там показывайте моменты, где Веном отгрызает голову человеку, который стрелял на него дробовиком, где Веном, как бы, когда девушка Броука становится Веномом и отгрызает голову человеку, как бы это показано, но там не показано, как все это... Ну, то есть это все не нужно, там главное, что показано, как все это происходит. Моменты с Веномом, все-таки их вроде бы много, но вроде бы и немного. Большая часть фильма нам рассказывает именно о Броуке, и да, кстати, ребята, мои любимые отсылочки, вот эти вот... Отсылка, когда Броук со своей девушкой сидит, до того, как они поссорились, там есть отсылка, где, ну, вот она говорит то, что... Чтобы он не повторял ошибку, как в Нью-Йорке, когда его разоблачил Питер Паркер. Да-да-да, ребята, тогда Питер Паркер разоблачил ненастоящую историю Броука, и из-за этого ему пришлось переехать в Сан-Франциско. Да-да-да, ребята. Также, ребята, хочу отметить то, что девушка Броука, она тоже появлялась в комиксах в виде Венома, и тогда, короче, когда ранили девушку Броука, он селил в нее Венома, и она сразу же начала рвать бандитов на куски. Также помните этот момент с собакой? Собака. Это отсылка на собак в Веноме, но они там выглядят совершенно не безобидно. Кстати, ребята, помните вот этот поцелуй Венома и Броука? Так вот, ребята, месяц назад где-то у них у Венома, блядь, и Броука родился ребенок! А-а-а, сука! Сука! Блядь, я, конечно, не знаю, куда заведут наши отношения Броука и Венома, но мне интересно. Ну, ребята, что же про саундтрек? Саундтрек охеренный. Ладно, ребята, выставляю оценку в фильму, и я даже не знаю, какую оценку ему выставить. Я подумал так, ребята, поразмышлял. И все-таки решил выставить 7 из 10. Ну, почему 7 из 10? Потому что фильм, во-первых, он, фильм сам не говно, но при всем при этом сам фильм не очень-то и хороший. Как бы ждать от фильма, от таких фильмов, как бы, куча крови, ну, не стоит. То есть, что я могу сказать? Фильм очень хороший. Мне он понравился. Этот фильм не идеальный. Этот фильм не супер говно. Но при всем при этом это как бы среднячок галимы. То есть, я понимаю, да, среднячок это 5 из 10, но я что-то решил выставить 7 из 10. Ну, больно уж мне так понравилось, ребята. Ну, по большей части это из-за актера Броука, потому что он хорошо сыграл свою роль. А во-вторых, из-за того, что Броук сказал, что ему не нужны деньги. Он хочет, чтобы его все знали. Он просто хочет, чтобы его знали. И фильм отдает ему должное. Ну, и опять же выставляю из-за Венома. Веном реально крутой. Кстати, ребята, сам главный злодей довольно хороший, но при всем при этом, как бы, в конце фильма драка, она была очень маленькой. Ну, и, как бы... Кстати, ребята, хочу напомнить о сцене после титров. Она реально крутая, ребята. Потому что я знаю то, что в сцене после титров был карнаж, ребята. И вообще предполагалось то, что карнаж спросит, «Ты хочешь узнать обо мне? Об моей маньяке? Или ты хочешь узнать о карнаже?» Но он сказал кое-что другое. Это первый, как бы, это первая кадра, ну, сцена после титров. Вторая сцена после титров вообще никак не относится к фильму. Это сцена про мультик... Как там он? Ну, короче, про мультик новый Человека-пауке, и он никак не относится. И мне что-то не понравилось. Это вторая сцена после титров, она мне реально не понравилась, и она только ухудшила фильм. То есть она никак не относилась к фильму. Это просто трейлер мультика про Человека-паука. То есть минус. Ну, такой вот минус. Но первая сцена после титров, это реально кайф, ребята. Ну что ж, ребята, это был мой обзор на фильм «Веном». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И вот такой вот был, как бы, не очень большой такой обзор на «Веном». Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи, всем пока.